Спрос на специалистов различного профиля в Гродно остается высоким. Нанимателями города заявлено 3353 вакансии. 705 рабочих мест предлагают на промышленных предприятиях, 450 в сфере образования. Сотрудники нужны в медицине, торговле, строительстве и транспортной отрасли. В топ самых востребованных профессий по-прежнему входят инженеры, водители, повара, продавцы, врачи и медсестры. По многим специальностям Центр занятости и социальной защиты населения организует бесплатное обучение. Для того, чтобы получить новую профессию, нужно лишь стоять на учете по безработице и изъявить желание. Такие курсы по переподготовке кадров от Центра занятости проходят по наиболее востребованным в городе вакансиям. В эти дни, например, комплектуются группы по профессиям проводник пассажирского вагона, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электрогазосварщик, маляр, облицовщик-плиточник, слесарь по сборке металлоконструкций. С начала года в Управление по труду занятости и социальной защите Гродненского городского исполнительного комитета обратилось 395 безработных. Из них 192 человека уже трудоустроены. Отрадно отметить, что из них два безработных получили субсидии под организацию собственного дела. Учитывая, что имеется ряд вакансий по профессии повар, открыта группа по обучению 12 безработных данной профессии. 9 из них уже имеют рабочие места и после получения соответствующей профессии будут туда трудоустроены. Кроме того, с 30 января 8 безработных, которые захотели получить субсидию под организацию собственного дела, направлены на курсы по обучению основам предпринимательской деятельности. Для того, чтобы получить материальную помощь от государства, им предстоит составить свой бизнес-план и презентовать его уже опытным специалистам. К слову, в эти дни на учете в службе занятости Гродно состоит 530 нетрудоустроенных граждан. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,3% численности экономически активного населения. Субтитры создавал DimaTorzok